Ребятки, как я обожаю эту улицу. Мне сразу спопинается, когда мы жили в этой зоне Альмерии. И все время прогуливали здесь с собачками. Все время такая прохлада. Кстати, мы сейчас пойдем прогуляемся немножко. Посмотрим цены на рыбку на выходные. И что там у нас есть на маленьком базарчике. Вся улица вот так, в фонтанчиках, на полу где-нибудь. Но куча фонтанов всегда. Привет, мои хорошие! Как дела? Сразу поздравляю вас с наступающими выходными. Ну, в принципе, сегодня пятница. Но все равно поздравляю вас. Вы знаете, ребятки, у меня уже второй день. Болит очень сильно голова. Вчера вечером сила почитать ваши сообщения. И у меня опять началось обострение. Да, ребятки, кто не знает, наверняка, кто у меня новый на канале. У меня хронический гальморит. Потому там многие пишут. Ой, не шмыгай носом. Ой, не хрюкай и все остальное. Меня готовят, может быть, даже на операцию. У меня обострение сейчас сильное вот здесь. Я когда наклоняюсь, у меня такое ощущение, что у меня мозги на пол падают. И, конечно, когда напрягаешь зрение очень. Так что, пожалуйста, не старайтесь писать что-нибудь там, обидеть меня. Мне абсолютно это не обидно. Наоборот, ребятки, я делаю эти усилия именно для вас. Ну и, конечно же, вчера вышла немножко прогуляться после работы. Потому что кондиционеры и опять начинается это обострение. Все время приходишь. Ну, что я вам рассказываю, знаете сами. Ну и вчера вечером вышла опять прогуляться. Пойду-ка немножко на свежий воздух. И вы знаете, присела в отличный бар. Чудесный. Вот именно перекусить немного. Никогда не знала этот бар. Кстати, заставку я вам поставлю потом. И силой разговаривала с людьми, вы знаете, на различные темы. Узнала очень много даже новостей именно по Альмерии. Сколько сейчас на данный момент стоят квартиры. Да, вот сидела с нами одна семья. Они только приехали сюда. И вот захотелось им приехать в отпуск на месяцок. И вот они начали разговаривать по поводу съемного жилья. И, конечно, я немножко прозрела. Оказывается, комнатки сейчас, чтобы снять, уже начинают от 300-350. И представьте, свет и вода отдельно. Хотя раньше, допустим, они всегда, ну, в основном так просили, что если плотишь за одну комнату, то свет и вода туда уже входили. Но, в принципе, это зависит всегда от хозяина, от квартиры и т.д. и т.п., что он запросит. Но вообще, сила полистала вот новости по поводу, насколько же поднялись цены на съемное жилье по всей Испании. И я была, честно говоря, в шоке. Конечно, сейчас лето, всем этим понятно. Но они говорят в общем. Конечно, вы скажете, съемное жилье летом. Да, это понятно. Но съемное жилье летом – это одно, потому что у них одни условия. Они снимают именно на темпораду у нас. А вот съемное жилье именно на целый год. Я очень удивилась, когда сказали, что Альмерия – это одна из самых таких вот городов, которым тоже очень сильно поднялся акилер, по-нашему, говорят, ну, съемное жилье. Мы пролистнем наши данные по всем городам, потому что наверняка вы хотите, может быть, переехать сюда. Обратите внимание, какие цены. Конечно, столицы – это самые такие вот дорогие, можно сказать, всегда было и есть. Наверняка комнатки в Мадриде и в Барселоне намного-таки подороже стоят. Но мы говорим о городах простых, как говорится, небольших. Это нам рассказывает знаменитая страничка «Идеалиста», знаете, да, где мы ищем всегда различные цены на дома, на съемное жилье. Вот именно они дали эти данные. Селона и Мадрид и Сан-Себастьян – вот, смотрите, вот такие у нас ценки на данный момент. В Тории и Тенерифе, смотрите, да, и в Малаге тоже 4% почти, ну, где-то так примерно держится. Ну, конечно же, Жирона, Тарагона, все пограничные города так же сам, оценки так тоже неплохо. В Алалахара и Уэльва, смотрите, произошло какое-то снижение. Ну, понятно, может быть, люди уехали в отпуск, но тем не менее. Самая низкая цена, вот обратите внимание, Касарис, Люго, Саморра, смотрите, это самая такая дешевая зона. И вот за метр квадратный довольно-таки неплохо. Но, опять же, все зависит, конечно, от вашего желания, где вы хотите жить. Если вам понравился юг Испании, то, конечно, вот цены будут примерно такие. Пока я вам скажу, что именно в этих городах, может быть, просто-напросто есть какие-то проблемы, может быть, с работой, а вы задумайтесь об этом тоже. В следующий городочек, конечно, съемное жилье ниже, но больше проблем найти себе работу. Ощущение, что в туристических местах, конечно, работы намного больше, ребята. Вообще, пишите ваши вопросы, что вас именно интересует по поводу переезда. Ну, чем смогу, обязательно помогу. Мы пойдем сейчас посмотрим ценки, какие именно на базарчике, вот именно, недалеко, самое дешевое, что я покупаю. Какие же у нас ценки на рыбку, какие на продукты. Ну, и посмотрим, что нам дадут сегодня снять. Видите, маленькая цепь, я 8 евро килограмм. Видели, да? Бакалаия 3. Сейчас быстренько сниму. Карине, что здесь есть? Лег прессию, звали? Бали, карине, выросиас. Сардинки у нас 3 евро. Альмеха 7. 2 евро, смотрите, вот это у нас Кавайа. И вот хурельчик маленький за 3. Смотрите, какие цены. Такая большая, 6,60 килограмм у нас. Видели, да? Евро стоит килограмм кальмарчиков. Смотрите, здесь уже другие цены. Брика у нас стоит 6 евро килограмм. Кровяночка, конечно, говорят, что она не такая, как у нас. И вот фарши разные. И, кстати, что хотела еще сказать. Смотрите, в Испании кости продаются на супы именно соленые. Видели, да? Посмотрите, какие цены. Коска вообще, алкостяшки. Обожаю кости. Смотрите, мяско. Видели, да? Пису только сделаны. А мне надо будет сейчас купить салко. Какое оно вкусное у этого мальчика. Закупим здесь и помидорчики. И, смотрите, картошечка в цене упала тоже. В магазинчике, где я все время покупаю все. Сейчас мы здесь и затаримся. Всего по одному еврику. Я, как всегда, в своем магазинчике. Все абсолютно. Видите, да? По еврику. Только что, огурчиков нагребла всего. Танечка, как всегда, скупилась. Здесь есть немножко, ребята, жара конкретная. Это я вам то, что показывала, цены самые дешевые, обыкновенные цены. И, конечно, хорошее качество рыбы и всего мяса. Я все время покупаю там. Особенно сало, ребята, это сказка. Иберику, знаете, да? Что такое иберику? Иберика это от свиньи, которая питается желудями. Это вообще, это мантыкия. Это во рту растворяется. Себе лимончики по евро 50 была цена. Граммчик мехиончиков. Ну, как оно по-вашему? Как оно по-вашему? Напишите. Килограмм сардинок. Килограммчик бокала. И, девочки, у меня мама такие котлеты рыбные с них делает. Ну, просто прелесть. Пальчики оближешь. Рецепт потом покажу. Тоже свежая салка, чтобы нашпинговать. Нашпинговать? А ну, поправьте меня. Кто там у нас? Ай, я могу ржать. Не могу вспомнить слово, прикиньте. Ну, короче, свежее сало. И, смотрите, мне подарили бесплатно шкурки свиные. Вот это сальтисончик опять нагапает. Ну, и наше сало, вот это, которое я вам рассказывала. За все я заплатила. Вот, смотрите, 6,57. Чтобы вы видели, да, что шкурки мне свиные подарили. У меня огурчики килограммчики, 2 килограммчика помидорчику по еврику. Вот такие цены у нас, ребятки, в Альмерии. Несу всю машину и пойдем, может быть, посмотрим цены на вещи. Тут тоже, кстати, маленький небольшой рыночек. Кто у меня там просил, чтобы я показала тоже цены. Привет, мои хорошие. Я сегодня решила пойти прогуляться. Целый день болит башка. И одной и той же кофточки. Не хотелось гладиться вообще. Но зато сумейку взяла новенькую. Ну, да, вот, смотрите. Вот такая у меня сумейка. И решила сегодня пройти в новые места. Вы знаете, по-новому. Новый бар попробовать. Посмотреть что-то новое. Всегда, постоянно одно и то же. Вот, кстати, скажите мне честно. Вот у вас стоит выбор пойти на старое место или что-то попробовать новое. Что вы выберете? Вот мне интересно. А я вот, честно говоря, хочу попробовать один бар, который я проходила уже 100 лет, а никогда не пробовала. Что там? Такой барчик обыкновенный. Интересно будет попробовать и посмотреть. Что здесь за тапы? Потому что пиво везде одинаковое. Сейчас будем пробовать. Мы находимся в баре экваторианском, кстати. Будем пробовать экваторианскую еду. Сейчас вам расскажу. Очень много номинований. Даже свичи есть. Я обожаю их еду. Чичарон из Буду Пипа. Потом попрошу. Сальчи Папа. О, вообще супер. О, чичарон из Пиканте. Ай, класс. Вот сейчас я буду обидом. Смотрите, это каус алюминия. Ох, какая красота. Сейчас будем пробовать, ребят. Официально пультиво свит, чтобы посмотрели. Картошка с аттуном. Какая вкуснятина. Супер. Латинская Америка кухня. Это вообще прелесть. Вы себе представить не можете. Гляньте. Вот это тареляка. Супер. Вот это я сейчас наимся. Это салат заправленный лимой из такой прекрасной сальсой. Вот этой вот я пробовала соус. Это просто объедение. Наши такого не делают. Латинская кухня это просто супер. Мясо вообще мягенькое. Я не знаю, чем они его заправляют. Но это просто супер. Тареляка мне стоила всего лишь 7 евро. Ребята, это не ужин, а сказка. Здесь почти пол курицы. Цена, что вы не найдете в этом баре, это хлеб, ребята. Чтобы вот это вымакивать, нужно тарелку на себя выворачивать. Ребята, клянусь. В Латинской Америке говорят, что не едят хлебушек. Они едят рис. Так что как-то так. И смотрите, за всю я заплатила. Чан-чан-чан-чан. 13 евро. Я объелась, ребята. В концовке, ребята, я провела чудесное время. Провела, разговаривая с людьми очень приятными. И встретилась с отличным барменом, который разбирается и знает, где наша страна. А представьте, не буду кутять палку, потому что ходят люди. О, селфи, я объелась. Кстати, видели, да? Заплатила всего лишь 13 евро. Многие говорят, что, мол, типа, встречаешься вот так вот с людьми и невозможно разговаривать. Ребят, я не знаю. Я думаю, что только зная язык, элементарно можно провести чудесное время. Кстати, я сегодня знала кучу новостей. Сидели, разговаривали люди именно с нашей зоны. Говорили, что уже комната, чтобы снять, допустим, комнату, стоит 350 евро. Плюс вода и свет. Раньше это было такое, что это было включено все это. Сейчас уже нет. Узнала кучу новостей, что еще, оказывается, поднялись цены на машины очень сильно. Женщина, которая сидела рядышком со мной, говорит, что купила сегодня себе машину. Марка вот этот вот треугольник, как он, ну, ребята, подскажите, да? Я в марках просто не понимаю в машинах. Она купила его за 1200, говорит. Ну, буквально по знакомству, как и я, то же самое. Цены поднялись очень сильно на машину. В принципе, на шучу сейчас цены только не поднялись, правда? Также узнала, что сейчас, на данный момент, все люди, кто работает на улице, работают до трех часов вечера. Ребята, все, это уже вошло в норму полностью. Я имею в виду строители и все остальные. Боже, я иду по таким гибрям здесь. Строители, люди, которые, допустим, уборщики, которые заметают, и все. Все люди абсолютно, кто работает на улице, работают до трех, что запрещено. Но одно дело, когда вводят законы, вы же сами знаете, да? А одно дело, когда их исполняют. У нас в Альмелии это исполняется. Хотя, сказал мужчина, он работает на государственную фирму, и он сказал, что в некоторых городах Испании этого не исполняется. Он сказал, что он работал в Мурсии, а Мурсия от нас недалеко, кстати, на юге. И он сказал, что в Мурсии этот закон не исполняется. Ребята, кто в Мурсии и знает, пожалуйста, напишите, потому что будет очень интересно, говорится, эта информация, правильно? А женщина мне рассказала еще такие сплетни. Говорит, что на уборках сейчас, на фирмах, до сих пор платят в некоторых местах по 6-8 евро. Именно, представьте, до сих пор, что, мол, типа я спросила, говорю, а контракты делают на этих фирмах? Она говорит, ты знаешь, контракты делают. Ну, как-то я так уверенности не увидела в ее глазах. Наверняка делают маленькие контракты, как у нас всегда. Ну, вы знаете, да? Когда, допустим, работаешь 8 часов, а делают тебе контракты буквально там, ну, я не знаю, на 2-3 часа, чтобы для отма за глаз. Боже, я иду, улицы, гляньте, пустые абсолютно, тишина, прелесть. Вот видите, да, вот вы по вашему городу ночью так бы прошлись, сами вот так вот, без никого. Слава богу, у меня хоть голова немножко прошла сегодня. Сегодня была такая большая хакека, хакека-миграни. Когда начинается в Альмерии ветра, я просто вздыхаю. И вы знаете, у меня начало вот здесь болеть. Я не знаю, куда на кого грешить, как говорится. Выпила и бупрофе, мне стало немножко легче. Пошла на работку, захожу на кондишен, и опять, вот эта вот спина мокрая, ты потеешь, и опять заходишь, наверняка я или простудилась, или что-то, я не знаю. Но, в принципе, я сегодня целый день никакая. Какая красивая ночная церковь, правда? Гляньте, вы освященница. Вау, гляньте, какая красотенькая. Он святой. Значит, освящение в Испании проблем нет. Ну, и тут уже начинаются у нас ночные мусорки. После 12 забег на дальние дистанции. О, слава богу, хоть замолк. Да, какое освещение? А вообще, обалдеть. Идешь, как вроде бы днем, правда. Никого, ни человечек, а уже на улице нет. Я сегодня вышла уже очень поздно. Думаю, нет, не хотела не записывать видео, ничего, нет. Думаю, отдохну. Завтра у меня кучу дел. Ну, как всегда, я, обезьянка, беру с собой камеру. А в барах еще, смотрите, еще сидят люди, отдыхают. Я уже устала. Сегодня отдыхаем, и завтра другой день. Тебе не стыдно? Ну, тебе не стыдно? Ты пришла, лягла на его место. Ну, 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 трэш какой-то. Ну, хорошо, спите вдвоем, посмотрим, сколько ты выдержишь. И знает, что она виновата. Глянь. Гляньте на ее морду бесстыжую, а. Тебе не стыдно? Ты будешь там лежать, острее? Ну, по глазам же все понятно, правда? Вилетичек, она твое место заняла, мальчик. Она твое место заняла, Вилетичек. Че? Он молчит, он тебя боится. Ложись. Молодец. А ты просто вот напришла, вот, да, вот присунулась. Сейчас тебе твою кровать принесу. Хочешь? Ой, это не собака, это цирк на дроте. Господи. Вот так надо в жизни быть людям. Вот чем наглее, тем лучше, а. Правда, острее? Вот так. Калачиком, но не на моем месте.